В столице Ингушетии Магаси новый митинг. Люди начали собираться на площади, а сегодня утром приехали сюда жители не только Магаса, но и других городов республики. В последний момент митинг согласовали с властями. Этот протест, так же как и предыдущий, связан с переделом границы Ингушетии с Чечнёй. Соглашение об изменении границы, напомню, в сентябре прошлого года подписали главы республик Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров. А главным поводом для сегодняшнего митинга стало недовольство не только политикой Евкурова, но и поправками к закону о проведении референдумов. Новый законопроект глава Ингушетии внес парламент в феврале. Он предлагает упразднить норму о вынесении на референдум вопросов об изменении статуса республики, ее разделения или объединения с другими субъектами. Сегодня на площади, где собрались люди, глушили интернет, но мы смогли поговорить с одним из организаторов митинга, Магомедом Муцольговым, по телефону. И об их отношениях с властями. Встречения вмещаются. Ну какая могут быть яхта хвостей? Что они могут сейчас сделать? Никто не ждет никаких хвостей. Честь бы только одного, что их хвост будет в отставку. Пока кухню ставить не дают, и отключили интернет весь. Но над этим тоже работаем. Уже повезли, раздали воду. Поехали люди сейчас. Показали лепешки, фрукты. Все будет нормально. Я буду до конца. При любом раскладе я буду столько, сколько потребует мой народ. Накануне в эфире телеканала Ингушетия Юнусбек Евкуров, глава республики, заявил, что протестующих не волнует вопрос границы. Завтра не будет этого вопроса, они найдут другой повод, чтобы уговорить людей выйти на улицы, сказал он. Способен ли этот протест жителей Ингушетии что-то изменить в республике? Об этом до начала программы мы спросили у главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова. Номер один, если мы говорим про референдум, его может проводить или не проводить действующая власть. Номер два, отставка. Это уже что-то совершенно другое. Отставку осмысленно требовать и сосредоточиться на отставке. Это уже совершенно другая задача. Мне кажется, что самое главное, это не референдум, это не отставка, а самое главное, способны ли эти люди или другие люди в Ингушетии будут и дальше протестовать и добиваться того, чтобы им это позволяли делать легально. Если говорить с точки зрения коммуникативных задач, либо уже надо решить, что одно требование, только отставка, либо это требование начинает размываться и они становятся разными, эти пожелания. Референдум, как мы знаем, закон о референдуме находится сейчас, законопроект о референдуме в Старе и пересмотре. Это уже шаг навстречу со стороны действующей власти. То есть ожидать, мне кажется, довольно сложно. Единство лозунгов, единство требований. И в этой ситуации, как мне кажется, возгонка, какое-то увеличение протестного настроения здесь не самый вероятный сценарий. Я думаю, что, во-первых, бессрочный митинг – это просто формула, это ничего не значущее словосочетание. Всегда любой митинг чем-то ограничен, даже тот, который называется бессрочным. Во-вторых, я думаю, что решение о том, позволит ли протестующим в Ингушетии опять, как это и было осенью, оставаться на площади, должно, скорее всего, быть принято в Москве. И в этом будет принимать участие полпред. Как мы знаем, в прошлый раз полпред Матовников принимал деятельное участие в переговоре с оппозицией. И, как сообщала сама оппозиция, никаким конкретным договоренностям эти переговоры не привели. На сегодняшний день вообще референдум – это такой длинный путь, который с неизвестным результатом, на самом деле. Поскольку референдум или, например, выборы в Ингушетии – это скорее то, что умеет проводить власть, чем то, что умеет проводить оппозиция. Во многих регионах России и на Северном Кавказе в частности, и в Ингушетии тоже, например, «Единая Россия» набирает очень много голосов поддержки. Но действительно ли она имеет ту поддержку, которую она набирает? Я думаю, ответ на этот вопрос скроется во всем известном административном ресурсе. Так какой же результат будет у референдума, если он состоится действительно? Тот, о котором думает оппозиция или тот, который, мы видим, по выборам получает власть, используя административный ресурс в процентах голосов за «Единую Россию», за действующих депутатов Народного Собрания и так далее? Продолжение следует...